Посмотри, сколько видео вокруг, зацени эти ролики, мой друг. Подпишись на канал, ты не забудь, поставь лайк и комментатором ты будь. Ла-па-па, ла-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Привет, ребята! Мы продолжаем проходить карьеру в Грифе Фа-15 за торпедой. Я жутко перед вами извиняюсь, я не записал матч с Реалом Мадридом. Мы проиграли 2-1 дома. Блин, это такой мощный матч был. Так обидно мне было, что я прохерил запись. Я звук записывал у микрофона, а картинку нет. Это просто от ас. Я когда увидел, что я не записываю, я, блин, так расстроился. Это такой матч был охренительный. Просто именно со стороны торпеды это был охренительный матч. Лучшие игроки был Йорнин и Бютнер. Лучше них не было ни у кого в двух составах. Бютнер забил гол со штрафного, естественно. Метров с 30, наверное, с правого фланга. Там, где обычно идет подача в штрафную. Знаете, такой штрафной, когда все ждут подачи. Он заколошматил в шестерку к осилису. Мяч летел низко. Не касался газона. Я коснулся только там, когда залетел уже ворота. То есть там уже коснулся. Блин, такой красивейший штрафной. Я так хотел с ним поделиться. Я так хотел почитать ваши комментарии по поводу этого штрафного. Это пятый его гол. Это было зверство просто. Ну, это отвратительный счет для торпеды, конечно. Мы дома два мяча пропустили. То есть в гостях нам даже 1-0 уже не поможет. Нам нужно 2-0 выигрывать. Либо 2-1, там играть 3-1. Забивать больше двух мячей, короче. Почти нереально. Мы будем стараться. Реал Мадрид же играл, ну, как в жизни, походу. Там Фалькао в основе был. Трипла такая получается Роналду. Фалькао и Бейл. Вы не поверите, Бейл не был заметен весь матч. Просто как в жизни. Но при этом он голевую передачу победную отдал на Фалькао. А, нет. Не-не-не-не-не. Победный забил Фалькао с подачи Роналду с углового. Это второй гол. Во втором тайме были все два мяча Реал Мадрида. А Бейл отдал передачу на Хаммеса Родригеса, по-моему. И тот уже забил, сравняв счет 1-1. Но при этом он был незаметен. То есть Бейл вообще весь матч. Блин, и гол был вот этот вот именно в стиле Фифы. То есть, по сути, счет 1-1 должен быть. Но такие дела. Там все попадали. Короче, мяч отскакивал от всех. Не получалось выносить. Отскочил Бейлу. Тот откатил Хаммесу. И тот пробил. Причем пробил Ворочек и Йорнина. Йорнин падая, наугад прыгал, собственно, Йорнин. И мяч над ним пролетел. Потому что Йорнин в этот момент, когда мяч уже пролетал в ворота, упал. Собственно, если чуть-чуть попозже прыгнул, чуть-чуть на миллисекунду, то он бы взял этот мяч. Йорнин просто зверь. Он там тащил. В самом начале Реал прижимал. Играл как зверь. Просто этот самый Реал Мадрид. И Йорнин тащил все. 6 ударов, по-моему, минут за 7 у него было. Сейвов, точнее. 6 сейвов. Просто зверинец какой-то там устраивал. Ну и, собственно, он стал лучшим игроком встречи, несмотря на 2 пропущенных. А второй гол, вот этот, подача углового Роналду. Там угловой 10, наверное, Реал Мадрид подавал. Роналду подает на ближнюю штангу. Я рассчитываю только на Йорнина. В этот момент нажимаю ему выход. Йорнин летит на Фалькау. Он, Фалькау, блин, хер оттолкнешь. И в итоге Фалькау забивает в ближний угол. Там я даже не пытался бороться. Обидно. В общем-то, очень обидно. Смотрите, остальные матчи. Результаты такие. ПСЖ у Ливерпуля выиграл. Борусия проиграл Милану. МС выиграл у Марселя. Барселона с Гранадой 1-1. Это же Гранада. Бавария проиграла 1-2 Арсеналу. Бенфика с Шальки 1-1. Ювентус с Мью 1-1. Реал Мадрид 2-1 у Торпедо. Обидно. Я прошу простить меня. Это просто, ну просто, просто пипец. Я уж жутко расстроен. Никак не переиграть, потому что, естественно, сохранено все. Ну и, собственно, я вас тоже не обманываю. Смысла нет. Потому что, если была бы победа, то, да, можно было бы придраться, что я обманул или еще что-то. Но мы проиграли. И проиграли, в принципе, очень достойно. Я еще раз прошу простить меня. Это просто от ас какой. Я так был расстроен, когда увидел, что записи нет. Я просто взорвался нахрен. Потому что, когда Бютн разобил, я взорвался в обратную сторону. В позитивную. Я, блин, в шоке был, когда залетел тот гол. Итак, ладно. В любом случае, у нас по календарю довольно сложненько сейчас. У нас Мордовия. Потом Амкар. Основа. Динамо. И Динамо. Резерв. Это три матча в одной серии будет в качестве извинения за то, что я так вот отратно сыграл. В смысле, отратно, так скажем, не сыграл. А отратно выразится-то правильно. Выражайся правильно. Господи, вылетел нахрен. Короче, отратно записал. В кавычках записал. Вот так вот будет. Верно. Верно. Господи, я жутко извиняюсь. Еще раз. Ладно. В любом случае, играем отсчеты от того, что имеем. Сейчас имеем РФПЛ. И нам надо играть дальше на победу. Зенит не отступает. 45 очков у них. 45 очков у нас. И Мордовия. Погнали. Домашняя встреча. Играет второй состав. Единственное, что похоже, Мулин будет в основе. Никто не отошел еще. Ищук потрясающе играл в этом матче. Просто брависсимо ему надо давать должное. Он очень круто сыграл. Черышев не очень понравился. В передачах он гений. Он, конечно, лучше его нету. По-моему, в нашей команде. Кто пасы отдает. Это просто что-то. Единственное, что один момент, когда надо было реально пас давать. Охренительный. В три передачи выводили Мулина. 1 на 1. С Икером. Когда счет был 1 на 1. Как раз таки. И он отдал назад пас. Обидно так тоже было. В общем, что теперь об этом говорить. Что я сделал. Так. Новосельцев сюда. На место Завета Тараканова. Лхан ДП. Секу Алисе. Камбаров. Цибиков. Такие дела. Да. Прошу меня простить. Собственно, ничего изменить не смогу. Обидно, что... Мне бы очень больно было бы даже переигрывать. Если бы была возможность. Потому что матч очень красивый был. Охренительный матч был. Но идем вперед. Что имеем, то имеем. Я сейчас более нацелен на то, чтобы смотреть, идет запись или нет. Собственно, сейчас она точно идет. Почему я раньше не посмотрел, я не знаю. Ну, в любом случае, сейчас наш соперник Мордовия. И сейчас нужно делать с ней именно максимальный результат. Мулин. Ну, пас я хотел отдать Ящуку. А он полетел не на него. Естественно. Поэтому и удар, собственно, стоялся очень корявенький и очень неудобный. Цибиков в последнее время опять радовать начал. Именно скоростью и прыткостью в отборе у него получается отбирать. Смотря на то, что он маленький. Вот он, Цибиков. Передача вперед на Камиле Мулина. Положение в ней игры. Лайнсман. Неугомонный лайнсман бдит на своей позиции, на своей бровке. Видит все абсолютно. Его не обмануть никак. Ну, погнали. Блин, это мне тоже неудобство такое доставило из-за того, что я потерял ту запись. У меня минус одна запись по FIFA получается. И теперь для расписания нужно нарабатывать побольше. Существом того, что еще в этой серии три матча будет и 0-2. По времени это очень сильно меня убило. Помимо всего прочего. Yes. И Савичев главой. Хорошо играет. Лхан ДП. Савичев. Мулин. Нарушение правил. Но пробивать его некому абсолютно. Бьют народа нету. А пусть Камиль бьет. Подожди, точность. Нет, ищуку. Пусть ищуку пробьет. Ну, неплохо. Вот примерно так же, только правее штрафной был. Гораздо правее. И в шестерочку он все-таки залетел. Смотрите, вот по карте, где сейчас мой крайний правый полузащитник, вот там он был штрафной. Сочи издалека. Ну как, метров 30 с хреном было. И такой мощный выстрел. Просто я в шоке был. И у него получается 5 мячей. Он бьет, наверное, теперь в Лиге Чемпионов. В розыгрыше Лиги Чемпионов. Пас вперед на Камиля Мулина. Выбегать будет вратарь. Нет, не будет выбегать, потому что мяч сам в руки прискакал. Ставанович на ДП. Под Катя выбивает у него мяч у Илхана. И будет... Ау, Цибиков на Савича. Цибиков. Вон, видите, как он летает. Просто жесть. Мулин. Пробивает. Пробивает, но... Галкипер на месте. Кан. Савичев. Ставанович. Ищук. Ищук очень радует в последнее время. И вот сейчас ворвался в штрафную, чтобы пробить самостоятельно. К сожалению, не попадает он в створ. Можно было на Илхана ДП играть. Я его заметил только после удара. К сожалению. Мулин. Коленку на акцию сыграл. Шитов у него отобрал мяч. Неплохо. И проходит передачка. Но мяч все равно у торпеда. Кан. Ставанович. Сдалека. С левой. И тоже мимо. Опять такой, знаете, попадаем на матч, где бьем мимо ворот. К сожалению. Извиняюсь за эти звуки на кресле. Своем неудобном. Котором вы можете на роликах там свет камеры видеть. Собственно, усаживался, так сказать. Быстров. Такая передачка на Быстрова. И вот он момент. Тоже беда с ударом, по всей видимости. Створ не попадает. Быстров. Кан. Вот он очередной заброс. И на сей раз офсайдер нет. Но и мяч не клался так на ногу, скажем, хорошо в отборе. Помог сейчас. Помог сейчас Мулин. У нас потеря. Быстров с мячом. Стремляется на правый фланг. Там ему бежит помогать. Товарищ вновь Быстров. Сейчас будет вешать. Надо накрывать. Там опять наши футболисты друг друга кладут на лопатки. Что они, блин, не делят? Не понимаю. Мулин. Что ж ты так далеко-то отпустил? Я не знаю. Мяч, дружище. Очередное нарушение правил. Мяч остался в этот раз у Мордовии. Поэтому судья и не свистел. Цибиков. Савичев. Стыванович. Накчу. Какой пасище. Ну и щука. Ну и тут. Галкипер. Очень вовремя опять же вошел в игру. Вынос. Отличная игра в подкате. Мяч у Акчи. Очередной заброс. И головой играет Камин. Можно было принимать и биться. Но решил головой словить, может быть, на неожидаемом, каком-то неожиданном, точнее, действии попытался Камин. Мулин своего оппонента в виде галкипера, но не вышло. Галкипер не дернулся с места до удара. А удар последовал прямо ему в руки. Отличный отбор. Акча набирает ход. Акча впереди Мулин. Акча на ищука. Ищук. Ищук. Прострел. Прострел. И Мулин. Не доборолся. Там галкипер опять же очень хорошо прервал этот прострел. Это раз и два. Собственно, доиграл до конца эпизод Тюбиков с мячом. Пас проходит. Нет. Это пенальти. Это пенальти. Это 11 метров. Судья все прекрасно видел. И свистит, указывает на 11 метров. Собственно, на точку, с которой будет пробиваться этот стандарт. Вот, видите, никакого подката в мяч и в помине. Сначала в ноги, потом по мячу. Камиль Мулин. Вниз я бью. Вниз. Это плохо. Это плохо. Ух, все-таки пробивает галкипера. Я стик почему-то вниз нажал. То есть вниз, справа. И в итоге, видите, задел галкипера. Несмотря на то, что очень мощно бил в конце, когда я понял, что вниз ввожу стик. Начал поднимать его вверх. Немножко успел поднять. 1-0. 13-й гол. Мулино, получается, в сезоне. Догнал Сердара. И это был гол в раздевалку, прям на дополнительном времени, на добавленном. Точнее, у нас 1-0. К сожалению, Зинни параллельно не играет, чтобы отслеживать его игру. Доналд. Идет по левому флангу. Футбол. На вес. Отлично. По-моему, Новосельцев сыграл головой. Хорошо. Пяточкой на Акчу. Проходит передача на Мулина. В обратку. И Мулин. Тоже немножко не хватило во владении. Тут же центральный защитник увели аж на фланг к себе. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Господи. И ближний пробивал в итоге. Я не думал, что дотянется, если честно, быстро в доме мяча. А он дотянулся. У руковицы 1 сейф. Пока что. Но не его вина. Как бы мимо бьют ребята. По передачкам у нас еще хуже, чем обычно. 70%. Хотя нет. Наоборот. Лучше, чем обычно. Цибиков. ДП. Савичев. Сдевановича прошла передача. Моралея. Вновь Сдеванович. Акча. Толкнул мяч. Я случайно. Это мой геймпад. Не держал я ускорение сейчас, когда стиком начал юлозить. Ящук. Куда этот пас? Ящук. Господин Ящук. Объясните мне, пожалуйста. А не знаю. Хороший подкат. Отлично. Кан. И вынос. Камиль. В одно касание на ДП. Заброс. Интересненький какой был, да? Это не нарушение, потому что сам футболист налетел на ногу. Пас был хороший. Галкипер видел все прекрасно, что опасная ситуация. И стал сам выбегать. Быстро. Шитов. Шитов. Отлично. И надо улетать. Улетать на скорость. Улетать на скорость. Играет просто красавчик. Шитов. В корпусе с Мулиным. Хотя казалось бы, да? С Мулиным. С нашим Прытким парнем. Очень сложно в корпусе бороться. Серьезно. Вспоминайте. Несмотря на то, что он маленький. Он прям всех нас Не на скорости, а Корпусом бьет. Ух, какая передача. Ух, какой пас. Пяточкой. Под нарушение. Маркин вышел на поле. Савичев. Савичев. Все хорошо, кроме передачи. Мролея. Опять же, принял хорошо. А дальше что? Дальше потеря. Но у наших соперников Не лучше все идет В этом плане. С совладением. Мяч и торпеда. Кан с мячом. Стеночка какая, а? Но, к сожалению, довести дело до удара не вышло. И у нас аут. Аут подает 26-й номер. Опять борются, бодаются наши футболисты. Стиванович! Хо-хо-хо. Когда же ты забьешь вдруг? Я очень хочу, чтобы он забил. Смотрите, на замахе убрал всех. Пробил. Красиво. Расстроен. Естественно, что не попал в стор. Очень красивый удар до Лебора. Акча. Дружище. Кого бы выпустить? Бютнера выпустить. Давайте Бютнера выпустим. Стэкчи. На 74-я минута. Сейчас 75-я пойдет. Вынос подальше. Хорошо. Ищук. Мяч твой. Ищук. Ищук. На Камиля Мулина. Давай, 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 дружище. Ай, пас не проходит. Ай, пас не проходит. Защитник. Браво. Молодец. У нас аут. Видите, толкается. Бютнер. На Стивановича. Передача на Стивановича. Отличная. Это потрясающий гол. 2-0. Вот здесь пас, конечно, всех обрезал. Очень быстренько. И Савичев, главное, попал. Главное, попал. И по мячу попал. И в створ попал. 2-0. Даниэль Савичев. Первый гол. У нас, конечно, почти все забили, да? О чем речь? Даже... Даже центральные защитники забивали. Причем с игры именно, а не с удара после углового там какого-нибудь или навеса. И побежал. Нет, 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 не побежал. Не закончилось еще ничего. Я думал, отобрали мяч, но нифига. Вот так вот крутился мяч в нашей штрафной, когда Реал взбивал первый гол. Он отскочил в итоге к Бэйлу, собственно. Так, не пробежишь на скорости. Просто... А вот сейчас вот... Было бы неплохо, если бы у Далибора хватало бы выносливости. А у него в этом плане сейчас уже все на... На... Насмерть ходит. Навес. Ондарс стоялся. Реально, Далибор просто уже умирает. Поэтому Драканова выпустим. С поля новосельцев. Получает капитанскую повязку. Рукавица. Моролея, Цибиков в одно касание. Прошла передачка на Цибикова. Ты глянь. И пас же у него проходил. Если бы Савичев открывался, вот... Побыстрее, так скажем. Как-то съедают. Разозлились футболисты. В Мордовии. Забитые на пропущенные голы. Очень разозлились. Потому что просто в отборе сейчас играют. Ну, зверство. Если бы показывать зверство. Если бы они так играли весь матч. То им бы, конечно... Их бы, конечно, трудно было бы опередить. Но вот опять бодаются именно собственные футболисты. Точнее, из одной команды. Тут мяч у рукавицы в руках. Вынос. Хорошо. На ДП. В одно касание. Мулин на Бютнера. И вот он. Шанс у Ящука. Передача на Камиля. Проходит удар. И в створ не попадает Камиль. Как так, а? А пас хороший. И открывался хорошо Камиль. 2-0. Матч заканчивается именно с этим счетом. Неплохо сыграли, в принципе. Лучшим игроком Дребор Стефанович. Стефанович. Прошу прощения, уходит с поля. Лучшим игроком. Краснодар у Ростова в итоге выиграл. Так. А как сыграет сейчас Зенит? Сейчас посмотрим. Ну-ка. Зенит тоже выиграл. Да чтоб вас Зенит. Что вы делаете? Да-эй. Так. Ну что? С Самкаром может основы играть, получается. Получается, что так. Можно будет Азмуна выпустить вместо Мулина. Хотя Азмуну потом играть... Азмуну потом еще играть. Так что нет. Так что... Именно Мулин. Опять в основе. Но, по крайней мере, теперь заменить, если что, получится. Они очень близко друг с другом. Секу Алисе получает возможность. Ух ты. Ух ты. Секу. Ух ты. Самостоятельно все прошел. Все сделал. Проходит пас на Мулина. Не хватило. Немножко, чтобы... Достать до мяча. Просто остановить его и пробить. Ну или просто пробить. Без остановок всяких там. Асайд на выносе. С пятой минуты встречи. А уже такой момент был, да? Как проход. Секу Алисе. Передачка очередная. На сей раз остановить мяч выходит. Без нарушений нет. С нарушением правил Мулина поборолся. За мяч и будет, собственно, штрафной. Точнее, свободный. Мяч у Фримпонга получилось выиграть в воздухе. Но послал он его в сторону соперника. Занаев. Ай-яй-яй. Не вышло. Не вышло. Отобрать. Но под прессингом все равно находится... Амкар. Этому составу, именно этому коллективу нужно выиграть. Чтобы они не расслаблялись. Хорошо. Дэнни просто красавчик вместе с Черышевым. На пару. Дэнни Инкс. Вновь Черышев. Вновь Дэнни. Заброс на Мулина. Туда. Даже не заброс. Вот такая дуговая передача. Очень красивая. Нет. Не получилось отобрать. А вот здесь Черышев уже. Денис. По мячу ударил. Так ударил. Он аж в аут улетел. Хорошо, Дэнни, на перехвате. Черышев. Ну, Дениска. Опа. По ногам прям. Два Дениса, так скажем. Денис Инкс и Денис Черышев. Это тут именно Дени, а не Денис. Но все равно. Никитин. Хорошо. На Мулина. Ай, рано я толкнул. Рано мяч протолкнул. И как следствие потери. Хорошо. О, Алисе. Ух ты. Ух ты, Черышев получает шанс какой. Проходит на секу Алисе передача. Блин. Там, наверное, я передержал. Не наверное, а точно вам говорю, передержал. Мяч у Амкара. Хорошо. Ой, как красиво, а. Мулин, 1 на 1. 1-0. Браво. Сам не решился бить. Отдал честь секу Алисе. Потому что далеко вот здесь вот отпустил мяч. И секу справился, собственно. Четвертый гол секу Алисе в сезоне. Молодец. А Герус еще и желтую карточку за нарушение получает. Там, если бы секу не забил. Ой, если бы не бил, точнее. То было бы пенальти. Как они отпускают мячи, а. Прям хочется влететь и отобрать мяч. Отлично. Да так хорошо, что еще и нарушили на нем. Это я про отбор. Зуев на лунгу. Секу Алисе. Секу. Очередной финт от секу Алисе. И удар какой-то, ну, совсем. Никакой, если честно. Как будто бы черпачком, так знаете, подбросил просто. В руки галкипера. Ну, а я, если честно, просто удар нажал. Без всяких там. Завоеваний. Чесамбо. Попытка пробить сдалека. Тоже можно. Почему нет? Там пытались показать нам все Куалисе. Его гол забитый. Я не дал. Я не позволил. Я пропускаю. Почему-то постоянно. Вынос. Вот опять. Воздух-то выигран. Ох ты! Помешали друг другу. Да, блин. Что ж такое-то? Не получается выбрать нормально. Хорошо. В мяч сыграл. Все хорошо. Все в пределах правил. Лунгу. Пяточкой на Дэни Инкса. Вот он. Возможность была такая у Дэни. Блин, ты давно не забивал, дружище. Куда этот пас был? Фримпонг, а? Да, наша беда с пасами, она вообще никогда не пройдет, по-моему. Парлак. Ах, Кирилл Камбаров уже сюда, на чужой фланг пришел, помогать в отборе. Но ему тут не позволили распоряжаться мячом. Видите, как опасно, а? Когда, опять же, сыгран был аут назад. Футболистами Амкара. Здесь офсайт. Здесь офсайт. Будет засчитан именно офсайт, а не отворот. Бютнер. Слабенько. Причем заброс слабый и открывание слабое. По механике Фи-Фи заброс был слабый именно из-за того, что не пытался убежать. Камиль Мулин. Ребенко на Бютнера. Не прошел пас. Смотри-ка. И отобрали у Александра мяч. Я его, кстати, очень часто немцем называл, а он голландец. Я почему-то реально думал, что он немец. Передача на Черышева. Очень красивая. Черышев. Ну, давай-давай-давай, Борис. Борис, Борис, Борис. И больше не теряйся. Еще, 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 еще. До конца. Нет. От Камбарова все-таки мяч уходит в аут. И на последних секундах опять разыгрывается аут назад. Скидывается. И опять было страшно. Для Мкара страшно. У нас 1-0 счет в пользу торпеды. Но пока что довольно прытко. Мы все носимся, носимся, носимся. А толку от этого пока что ноль. Давайте-ка попробуем тактику, которую я использую вторым составом. Чисто на передачу. Я почему-то вот именно вторым составом пасы играю. А здесь пытаюсь на индивидуальных каких-то действиях сделать. Все. Врезался. Лисе. Соперника. Мяч не получилось отобрать. Занаев. Это нарушение. Причем грозит судья вроде как желтой карточкой, да? Да, желтая карточка. Кириллу Камбару, капитану команды. За этот фолк. Вот отсюда, но только с правой стороны я забил Бютнером Реал. Видите, все вешают. А я взял, возьми да и пробей этим психом просто. Два раза пробил Амкар. Два раза. Два раза у них был шанс на штрафной. Очень опасный. И они решили пробить. Ну, чуть было не забили. Ну, чуть было не считается. Вообще никогда и нигде. Дэни Инкс. Аккуратненько, спокойненько принял и на Камиля Мулина. Тот не догнал эту передачу. Занаев. Хорошо. Очень хорошо. Дэни догоняет мяч. Ай-яй-яй. Не проходит передачка. Ну, да не надо бороться до конца, дружище. Бороться-то борись. Забивать. Точнее, отбирать тоже нужно. После этой борьбы. А тут уже косяк. Нарушение? Хотя зачем все сделал? Непонятно. Две замены у Амкара. У меня пока ни одной. Ты че? Ты псих, что ли? Кому ты пас даешь? Вот она передача на Камиля. Отличный пас. Какое продолжение придумает? Под себя убрал. Пас сыграл... В пас, точнее, сыграл с Дэни Инксом. Там опасно. Я бы пас не нажимал, если бы далеко мяч не отпустил. Опять же, почему-то свисток. Мяч остался у Амкара. Странно. Никитин. Опять Никитин с мячом. Парлак. Гоним мы его назад. Под натиском. Вынуждены переводить. Очень хорошо. Перевели в одно касание передачкой. Удар. Двое защитников аж падали. Под этот выстрел. Нужно освежаться. Немножко. Даже не знаю. Давай, еще-ка. Дэнни, прости меня, дружище. Блин, а он уже не успеет, да? Да. Хотел Дэнни сейчас вместо Мулина поставить. Мулина убрать. Чтоб Дэнни забивал, чтобы от него отстали. Потому что уже начали. Пошли точнее разговор. Ох, пенальти. Пошли разговоры такие, как велись, когда у Гавиера играл. Типа, когда же он забьет. Там и так далее. Там подобное. Ну-ка, смотрим. Йоранин нарушил правила. Такие дела. Что-то в этом матче вратари нарушают. Кассерес. У мяча. Я прыгаю вправо, если что сейчас. Вправо от себя. Есть контакт! Йоранин, браво! Первый вытащенный пенальти. Черышев. На контратаке. Давайте, давайте, давайте. Черышев обходит защитника. Обходит! Господи, это... Просто я не понимаю, как Ящук сейчас забил с разворота. Но Черышев браво. Голевые он так выдает неплохие. Сейчас что делаю Ящуку? Убольно. Прострел удался. Да, да, и тут Ящук очень вовремя. Пятый гол Данила Ящука. Раззабивался, да, пацан? 2-0 торпеда впереди. А вот, казалось бы, пенальти. Вам. Давайте еще один забьем, чтобы прям наверняка... Мулин что-то не решает в этом матче. Да, вообще? Не хочет забивать, что ли? Давай-ка, Азмун, выходи. Показывай, класс. Пютнар. Черышев, потеря. Ну, и Азмун вошел в игру очень странным образом. Вроде отобрал и сразу же потерял мяч. Вот, опять же, он начал бежать и остановился. Зачем тогда начинаешь бежать? Зачем ты меня дезинформируешь таким странным образом, опять же? Йоранин красавчик. Йоранин мне всякий похвал. Сюрдар почеканил немножко. Черышев опять пытается убежать от преследователя. Не было нарушения правил, считает судья. Хотя, казалось, что было. Конечно, на него налетал самостоятельно. Но мне казалось, что был фол. Ладно, а то и судья, чтобы всяким там не казалось. Сердар Азмун. Черышев травма. Какое-нибудь маленькое повреждение. Что за передачи? Не понимаю. Откуда вот они рождают эти пассы? Вот эти вот. Вот что это? Это пасс на ход вправо максимум. Он катнул ближнему вниз. То есть мне надо стык вниз опустить, чтобы такое произошло. А я поднял его вправо. Передача на Сердара проходит. Ой, как молодец. Выручил. Выручил сейчас ворота. Не иначе защитник. Герос. Отлично. Ищук. Черышев. Азмун до конца поборолся. То, что ему честь и хвала. К сожалению, борьба Фримпонга до конца ни к чему не привела. Потеря мяча и опасная атака на наши ворота. Удар. Вот чем он закончился. Пять минут добавил судья. Сердар у мяча. Секу Алисе. Секу. Передача на Сердара Азмуна не достал. Не достал. Ангерос первый. Пять минут. Что ты тянешь-то? Вы как бы проигрываете. Как бы 2-0. Сердар. Давай, давай, давай. Давай, доставай. Ну что ж ты. Касараса поменяли. Человек, который не забил пенальти. Но там не его вина. Он хорошо пробил. Там Йорнин, браво. 2-0. 2-0. Денис Черышев. Лучший игрок встречи. Ищук. И Секу Алисе. Свои голы забили. Камиль Мулин и Черышев ассистентами сыграли. Какого у Камиля? Там 6-9 от пары. Не очень, конечно. Хотя, ну так, довольно средний, короче говоря. Опять. Руквай. Встаньте от меня. Ой, Денис надел нечисливые бутсы. Говорят о нем. Именно в таком ключе. Пресс-конференция. Похвалим Станислава Черчесова. И я напоминаю. По календарю матч с Реалом через 2 дня. А это означает, что на матч с Динамо выйдет второй состав. Я вот даже не знаю. Может, Дениса? Ищу-ка, Нриал оставить. А Дениса попробовать поставить... Ну, в основе. Тогда подожди. Тогда ищу-ка нужна. Действительно держать. А кем его менять? Его неким менять. Нет. Только если Черышев. Тогда Денис встанет сюда. Нет, Денис не будет тогда играть. Блин. Нет, давай, ладно. Не буду придумывать ничего. Конечно, хочется, чтобы я не их забил. Ну, давайте я его на замену просто выпущу. Вот так сделаем. Вот так. И Мулин там уйдет вот сюда, допустим. Так, Рукавица. Молосельцев. Прошу. Мралея. Кан. А, Лунгу еще осталось. Савичев где у нас? Вот он. Вот так вот. Исеко. На замене. Камбаров. Бютнер, Зуев, Йорнин, Фримпонг, Инкс. Люди на замены. Погнали. Я думаю, сейчас на замену, если выйдет, то будет неплохой шанс у него забить. Я про Денингса, конечно же. Я, конечно же, про Денингса. Так. Мощный прессинг. Командный прессинг. Защита. Все, мы поставили. И погнали. Динамо очень-очень злой соперник для второго состава. Но мы справлялись и не с такими. Правда, с Динамо в последнее время вот именно сложнее всех, да, по-моему. Савичев. Стыванович. Насердар Азмуна. Можно хоть что-нибудь начинать, но лучше остановить этот поток. Бесконечная беготни. И потерять мяч. Очень опасной позиции. Динамо. Начинает атаку. Неплохо очень. Сульмани бьет поворотом. Собственно, мимо. Цибликов. Денисов. Вперед. Насердара. Не было на сей раз никакого оффсайда. Сердар. Ух ты. Ух ты. Галкипер как, а? Хладнокровненько. Джуджак. Денисов. Нарушение правил было со стороны футболиста из торпеда. Ой-ой-ой. Перекладин мне никогда не нравились, потому что... Опа. Вставай, 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 вставай. И дальше. Вот судья считает, что это не нарушение правил. Перекладин не нравится, потому что это такое везение просто жестко. Это тоже нарушение правил. Ну, здесь уже судья поднимает руки вверх. Говоря о том, что играйте, играйте. Сыбиков не догнал Надо, надо, надо выносить, выносить, выносить Нормально? Вот что сейчас произошло? Трое футболистов и все упали Из-за друг друга Динамо ведь просто стоял рядом и смотрел, как мы друг друга Косим В любом случае, Руковица справился Молодец А у нас угловой балл от Джуджак Господи, еще один Еще один переклад, вот почему позволил пробить Руковица, почему позволил ты пробить Я не понимаю Вот он Вот он шанс И Сердар слет убьет Потому что съедали Схватили за майку и держал Вот этот Дуглас Защитник хрен пройдешь Просто за майку схватил И все, и хрен убежишь А тут хоть шанс На красивый гол, так скажем На гол в принципе Вот опять наши футболисты друг друга атакуют Я не понимаю этого Что за бред? Я объясню вам Чтобы они бежали атаковать Я нажимаю РБ Эта кнопка позволяет Бежать атаковать соперника Футболисту, которым ты не управляешь непосредственно И когда я ее нажимаю Почему-то они начинают бежать на друг друга Вот это имбицелия Которую я не понимаю То есть это автоматическая такая херня Которую никак не управлять Опа Не прошел Не прошел Не прошел Элхан ДП держится за плечо Но вот этот парень не прошел Не прошел Не прошел Не прошел Но все колесы Что теперь? А там уж будем думать Блин, надо было часам Булунгу выпускать А Секу на Реал Мадрид оставлять Просто Секу очень выносливый Понимаете? Он сейчас, мне кажется Сейчас сыграет здесь И сыграет еще и с Реал Мадридом Ему норм будет Уоли Умралеев оппонента своего А Джуджак не смог навесить Потому что прервал навес Товарищ Цыпиков Джуджак У мяча Секу не прошел Иногда у Секу просыпаются Пятизвездочные финты А иногда Я то, что нажимаю делать Он делает Так, как будто бы у него Две Ой, четыре звезды Я этого тоже не всегда Понимаю Походу от Соперника зависит Как-то, не знаю Хотя, ну, вот С Амкаром играли Он делал четырехзвездочные И вот сейчас четыре звезды Стиванович 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 И передачка Накана Я, собственно, Стивановичу Точнее, Стивановичу Хотел Накана Отдать изначально Пас на Сердара Азмуна Ой-ой-ой-ой-ой Стиванович Стиванович пробил В задницу Алисе попался Попал мяч Попался в задницу Попался И, как ни странно Отскочил он прямо в руки Галкиперу Повезло тоже Кан уже здесь, не понимаю я почему Вот почему, вот для чего Кан тут Чтобы отдать голевую передачу на Сердара Азмуна Это травма Да чтоб вас просто черти вынес Высрали, я не знаю Что это? Это травма Сердара Азмуна Перед матчем с Реал Мадридом Я лишаюсь футболистов Поймите меня правильно Минкс должен был выйти и так Но он выйдет Вот где он выйдет на весь матч считай На весь второй тайм А где там на 10 минут поиграет На 10 минут это у него останется еще в сил На там следующий матч А на 10 нет Динамо, что ты делаешь? Просто прекрати, успокойся, Динамо Ну а Сельцеву прям в голову мяч прилетел Главное, чтоб Сердар отошел Может быть просто это Была я травма, была я ошибка, беспокойно Кстати, Дуглас, которого я называл Дуглас Это самба Стыванович Ну, к сожалению, это именно Далибор был А не кто-то другой Стыванович На все колесы Ух ты Ну вставай, твою мать Сейчас очень сложно, потому что у меня Сердар Азмун где-то там, за полем Ему оказывают помощь То есть мы без форварда Нарушение правил Считает судья Назначает штрафной Да, Сердар до сих пор Не в игре Вот он, он входит в игру Как хорошо Как хорошо он вошел А, Ящук сразу же Улетает, улетает на фланге Ящук Данила Данила, Ящук Пытался вдаль не пробить Можно было Сердару откатывать уже Но я думал, потерял мяч Поэтому удар нажимал Не для того, чтобы ударить, если честно 0-0 0-0 в первом тайме Одна травма Один ушиб Ну, вроде как, играет Что это было? Не знаю, что это было Как это назвать Но ладно Допустим Ионов Как бы Сердара не сломали Еще разок Савичев Хорошая стеночка Ай ты ж мать Не прошла передача С Тывановича Редко передачи проходят Если честно Метра Глу остановился Просто увяз Дюджек Фух ты ж Просто Такой откат Классный Такой откат Денисов бьет мимо Рукавица Отворот Накана Тот вперед Насердара Насердара Азмуна Глава Немножко поборолся Секу Алисе Не хочу особо бегать Чтобы прям вот реально Уставал Точнее отдохнул Цибиков Что это за Вот что это Это вот пас На ход опять налево Передача вниз пошла Какого хрена Кан Но и замах мой Должен был Увести Сердара вверх Чтобы Произвели Произвели Мой рывок А он Остался Вверен себе И бежал Вот влево Продолжил Маралаев Подкатин Аут В аут Точнее Цельмани Ходит с поля Денис Денис какой-то Приходит На его место А нас отворот 61-я минута встречи Ну что Можно наверное Поменять уже Сердара На Денинса Сердар держится за ногу Вот что Кан Не поднял мяч Должным образом В итоге Потеря И мячик До Денинса Даже не дошел Ух ты Удар Дениса Что там Пытается там сказать Моролея Непонятно 10 ударов У Динамо Денинс Секу Алиса Как-то Очень Не знаю Он Он очень Хорош Но вот сейчас Был прострел Куда Куда пас пошел Я не знаю Кто-нибудь знает Попытался Денинс Проскочить Собственно Двух защитников Он спокойненько Оббегал А вот третий Уже свое дело Сделал на ура Гранат Ионов Хорошо Цибиков Хорошо Но вот Опять же Куда после Сыграл А куда там было играть Там выносить надо было Это я уже придумываю Придумываю эти передачи Непонятный удар Сдалека Еще один Удар Мимо ворот Юсупов Вместо Денисова Появляется На поле Акча Кан Ящук Денингс Давай дружище Я очень надеюсь Что ты забьешь Митроглу Джуджак Очень опасно Очень много Футболистов Динамо сейчас У наших ворот И выносить надо было Но Оффсет Рукавица На Цибикова Сыграл А Цибиков Опять же Непонятную передачу Оформляет Меня бесит Иногда Все хорошо с пасами Иногда Вот такая вот ересь Ионов Ушел с полем Из него Вальбуина И почему-то Наша Домашняя арена Против Вальбуина Что ли Я не понимаю Савич Или они так Провожают Ионов Савич Хорошо Доборолись Главное Доборолись Не важно Там как Уже Надо было Немножко Подпустить Его А после Уже Оформлять Этот финт Ушами Это был удар Или что Я не понимаю Неплохо И на Денингса Опа И обегай Обегай И ведь Обегает Пас Я не увидел Я не видел Я клянусь Господи Я понимал Что Денингс Денингс Может пробить Хорошо Но я бы сыграл Сейчас наверняка Потому что Три очка Нужны Блин Я его просто Не увидел Ищука Габулов 85-я минута Выносит Мяч Подальше Ищук Наденингса Исупов Опасно Хорош На выходе Рукавица Бульбуин На Ванкувер Удар 1-0 Твою мать Просто Блядь Я должен был Забивать Там Просто Надо было Отдать пас Герман Денис Забил Просто Твою мать Вот как Это еще Назвать Нету Замен Динамо Блин Долбаная Динамо Стиванович Мы опускаемся Наверное На второе место За счет Этого поражения Ищук Секу Алисе Да Бляха Муха Но он 5 минут Добавил Судья Центральный футболист Уже Полумертвый Выход Почему-то Здесь Не понимаю Почему Его там Нагнули Просто Раком Жестко Естественно На сохранение Играет Динамо Надо это Сохранение У них Убирать Но Малин Моролей Я же тебе Нажимал ЛТ И должен был Столкать его Даже Вплоть до Нарушения Умеет Компьютер Играть На сохранение Мяча Умеет Вот что Не говори А умеет Все 1-0 Динамо Выиграла Влюблена Довольная Рожа Естественно Блин Обидно Мы должны были Забивать Не просто Надо было Его увидеть Рукавица Лучше Футболе Встреча Супер ЦСКА У Арсенала Выиграла Так Стоять Таблица Хочу посмотреть Сыграл ли Зенит Или нет Если Зенит Не сыграл Еще У нас поражений Больше Но у Зенит Ничьи Больше Сейчас Если Забьет Если Выиграет То Собственно Вырвется Вперед Но Не на Долго На 2 очка У нас Будет Еще Игра По идее Сейчас Смотрю Да У нас Будет Игра Как раз Раз Два Три серии На 3 серии После этой Будет Игра Зенит Там Уж Все Решится Если Мы Опять Не Прошляпаемся То Что Такое Происходит Тренер Пахлаван Бютнер В Голландии Рукавица В Австралию Далиборст Иванович Словению Денингс В Англию Камиль Мулин В Россию Его призвали Серда Разбор На 3 недели Травму Получает Ёб твою Ты налил Ёб твою Илхан Деп Получил Травму Твою Ты мать Просто Всех Манал Я просто Всех Манал Просто Всех Манал Тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай Так Ладно А снова В принципе Она Мойдет Я надеюсь Я надеюсь Ой-ой-ой-ой Не на что я сделал Наверное Налево А собственно Что мне делать Да Так и есть Так и должно А ты на сколько На 8 У нас Две позиции Минус Из второго Состава Это просто Что Ладно Ребятки Увидимся В следующей серии Очень сложный Два мяча Реал Мадриду Откатать Безответных Это будет Просто почти Невозможно В любом случае Верьте Я тоже буду верить Увидимся Всем пока Удачи Привет Специально для тебя Досмотревшего Это видео Хочу посоветовать Свой второй Помидорный проект ПЗР-Инфо Наша команда Усердно работает Для того Чтобы ты был В курсе Игровых новостей Что там В инди-сфере Как дела На ММО-аренах Что нового На мобильных устройствах Ну и Что там происходит Вообще В игровой индустрии Все это На ПЗР-Инфо А также Ежедневные стримы С разнообразными Интересными стримерами В число которых Можешь попасть И ты Ребята стараются И я уверен Ты зайдешь И оценишь их труд Спасибо тебе Дальше Круче